Итак, сейчас задали хороший вопрос, я отвечу на вопрос. Библия, смотрите, говорит, проповедую Слово Божие вовремя и не вовремя. Но это, насколько я помню, говорит апостол Павел, да? Но Иисус Христос говорит, не бросайте жемчуг пред свиньями, чтобы не обратились и не растерзали вас. В своей жизни я не раз встречался со свиньями. Я не раз, ну, да, свинья. Что делать свинья? Как узнать, человек свинья или нет? Свинья не чувствует драгоценность Слова Божия. То есть, посмотрите, Слово Божие, оно тебе имеет спасение, драгоценность. Это самый, скажем, самый великий дар на земле. Но и когда ты делишься Словом Божиим, свинья, он вообще, ему все равно, он тебе в глаза говорит, что он плевать хотел и так далее. То есть, ты можешь сказать, конечно, один раз надо сказать, чтобы даже определить, это свинья или нет, да? Но ты будешь встречать свиней. Я не раз встречал свиней в своей жизни, не просто один раз. И я даже до того момента, ну, я не понимал, потому что, знаете, как в моем сердце, знаешь, я хочу, чтобы, Библия также и говорит, чтобы Бог, и Бог хочет, хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины, но это не означает, что все спасутся и достигнут познания истины. Но Бог хочет, хочет, и я тоже хочу, чтобы даже, как там, сатанист или свинья любая, да, духовная, говорю сейчас, слово свинья, да, хотел спастись. Я помню, в этом же ресторане, где я работаю, у меня там было два оператора, один нормальный, а другой был именно свиньей, то, о котором говорит Библия. Он занимался, как, 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 как говорится, как полагается одержимому человеку злыми духами, он занимался какой-то магией, читал какие-то странные книги и так далее. То есть, и, а я ему проповедовал, то есть, у меня там был, было всегда минут 10, чтобы мне нужно было настроиться перед выходом, и я там стоял саксофоном, и я думаю, чтобы, как бы, время не терять, я думаю, буду ему проповедовать. Я один раз проповедовал, второй раз проповедовал, и как узнать свинью? И, знаете, я сначала по своей наивности даже, как бы, не подозревал, что передо мной свинья, но как себя он вел? Он материл меня, церковь, пастора, Иисуса Христа, всех, просто матом просто. И, знаете, в чем была моя ошибка? Я продолжал ему проповедовать. Но, как только вы видите такого человека, но в большинстве, в 99%, это свинья, оставь его. Если только ты, конечно, не имеешь откровения от Бога, знаешь, как человек, который покаял там Ники Круза, да, он имел откровение от Бога, что идти проповедовать этим свиньям и Слово Божие. То есть, если ты имеешь откровение, конечно, иди и проповедуй, да. Может человек себя вести агрессивно, как свинья, но только если ты имеешь откровение. Но в большинстве случаев, когда люди себя ведут неадекватно и вообще пренебрегают Слово Божие, не трать на них время, не трать, есть люди, которые хотят с тебя время твое выжать и информацию, чтобы ты, ну, не проповедовал другим. Знаете, как Тилл Осборн сказал, это великий евангелист, он уже с Господом, но на одной из конференций я слышал, он сказал такие слова, он говорит, почему есть несправедливость, когда кто-то слышал Евангелие пять раз, а кто-то ни одного. Ну, давайте распределим, да, зачем одному и тому же человеку говорить. Ты ему говорил, говорил, засвидеть, засвидеть, все, найди другого, найди третьего, четвертого. Зачем вот, знаешь, инвестиции, как говорится, в одну сторону, в одного человека. Ну, проповедую всем, да, вот вовремя и не вовремя. Многим людям проповедую Евангелие. Аминь. Итак, поэтому тоже различайте, как бы не запаривайтесь, просто давайте людей Богу, если вы видите, что человек не ценит, пренебрегает, матерится при тебе, это уже как бы такой признак, знаешь, что ему все равно до твоей веры, до Христа, для всего. То есть, он агрессивный, то есть, не тратьте, более того, на них время, более того, он может вам навредить, реально навредить. Это очень серьезно. Поэтому, все, вопросов нет, уходите от зла. Видишь злых людей, видишь злого человека, вот еще был такой вопрос. Как со злыми людьми, что делать? Просто я дистанцируюсь, не стараюсь подальше уходить от злых людей. Не иметь с ними никакого соприкосновения. Люблю братьев, люблю сестер во Христе Иисусе. Аминь. Если относится к родственникам, спасибо большое. Жертвник не отвернешься, и перестанешь им прохождать. Смотрите, если это к родственникам, то это тоже, скажем так, работает. Ну, молись за них, да. То есть, если ты чувствуешь, что не время иногда, и они агрессивны, да. Но не надо их доставать, еще усугублять конфликт, да. Просто попробовал, и конфликт. Все, для тебя как знак, да, они твои родственники. Все, молитвенной комнате, благословляй их. Когда мы благословляем людей, которые имеют несвободу какую-то, мы, что такое благословение? Что такое благословение? Благословение – это то, что человеку нужно. Когда мы в церкви благословляем друг друга и говорим, брат, благослови тебя Господь, благослови тебя Господь, благослови тебя Господь. Но из каждого из нас разные нужды. И Бог, например, кому-то нужны деньги, а кому-то исцеление. Кому нужно исцеление, у него есть деньги. То есть, ему нужно исцеление, да. То есть, а кому-то нужно освобождение от дьявола. И когда мы благословляем, в этом есть, почему написано, благословляйте врагов ваших. Зачем? Чтобы дьявол не мог через них действовать. Вы со мной сегодня? Мы благословляем врагов, даже люди, родственники ведут себя, как вы говорите. Мы их благословляем, потому что мы хотим, чтобы у них с мозгами стало все нормально, и они начали быть нормальными людьми. Аминь. Давайте соберемся немножко. Не будем спать. Аллилуйя, здесь немножко жарко сверху. Солнце светит. Да, электрическое солнце наше светит. Давайте сфокусируемся. Осталось немного. Хочу вам рассказать историю. Был такой Лестер Саммерл, муж Божий. Однажды он приехал в один город. И там весь город был в переполохе. Почему? Девочка, девочка. Обычная девочка проклинала, именно дух смерти, проклинала любого человека, и он умирал. Она прокляла человека, он умер. Ну, все подумали, может быть, случайность, знаете как. И ей там помогали, скажем, медицинские какие-то процедуры были. Она взяла, прокляла врача, врач умер. Причем сразу без непонятных причин. И весь город ее уже посадили в какую-то определенную тюрьму, как бы, знаешь, закрыли ее. Потому что, ну, боялись, не знали. Наверное, до семи человек, по-моему, умерло. Ну, то есть, это даже не два было. То есть, люди конкретно умирали, весь город был в шоке, они боялись ее. Потому что люди умирали. Приехал Лестер Саммл, муж Божий, евангелист, международный проповедник. И, как сегодня я говорил, праведник смел, как лев. Даже если кто-то будет проклинать, он не будет бояться. И он сказал, я пойду к этой, я хочу пойти изгнать из нее беса. И все, например, ее боятся, но Лестер не такой, он пошел к ней. И молился там, специальная камера была, молился, изгонял из нее бесов. Но бес не вышел. Бес не вышел. Ну, такой, видать, серьезный какой-то бес. Но Библия говорит, некоторые духи изгоняются постом и молитвой. Потом он вышел. И об этом писали все новости города. Потом он вышел, взял пост. Потому что некоторые духи, бесы, изгоняются постом и молитвой. Даже, кстати, те люди, за которых молимся, мы иногда просили человека поститься во время того, как мы за него будем молиться за освобождение. И это работает на самом деле. И Лестер взял постом, я не помню точно сколько дней. И он пошел второй раз молиться за нее. И изгнал из нее бесов. Аллилуйя! И она стала нормальная. И город был весь в восторге. Лестер Саммерл был, как говорится, на коне. И знаете что? Ему дали в городе бесплатно стадион на неделю. И он начал проводить стадион. Все собрались на стадионе. И куча людей спаслась, исцелилась. И Господь был прославлен. Аминь. Бесов легко изгонять. Иногда, ой, кажется, ой, это сложно. Нет. Их легко изгонять. Кстати, когда изгоняешь бесов, иногда они имитируют. Не раз, когда я изгонял бесов, бесы имитировали, что они вышли, но они не выходили. То есть человек себя раз и нормально чувствует, ну, так бы ведет. Не кричит ничего. Ты думаешь, ой, изгнал что ли уже. И потом ты продолжаешь молиться, и они бау, и опять начинают проявляться. Думаешь, надо же, а как будто бы изгнал. Очень хорошая книга, всем рекомендую. А показания духовного мира очень хорошая. Она называется «Тьма века сего». Если ты не читал, если тебе вот эта тема интересна, приобретите или скачайте, как угодно. Она достаточно толстая книга. Это начало читается немножко тяжеловато, там несколько, десять страниц. Но потом это захватывает настолько тебя. Так интересно. Аминь. Такой момент хочу сказать, что не подставляйте голову непонятно под кого. То есть, иногда такие духовные, в кавычках, христиане, которые могут быть, знаешь, скажем, ну, в собрании где-то, я не знаю, на улице, где угодно. И они прям, знаешь, не понимают, они не понимают этой истины. Библия говорит, меньше благословляется большим. Если ты хочешь получить благословение, ты должен подставлять свою голову, ну, как минимум, под пастора. Причем пастор должен быть там рукоположенный, должен быть, скажем, ну, в служении и так далее. То есть, бесы передаются, да, даже детям, вот как бесы перешли. То есть, вокруг детей есть защита определенная. Но если возложить на ребенка руки, если, например, какой-то колдун, и будет иметь соприкосновение близкое с ребенком, то он может передать бесов. То же самое с христианами. Не нужно, чтобы все подряд возлагали, ну, именно на твою голову руки. Можно, ну, например, если какой-то человек, да, за меня молится, ну, он хочет, ну, руку на меня положить, то и он, не зная этих вещей на голову мне ложит, я беру его руку просто и аккуратно ложу себе там на плечо или, ну, так на руку, все, перекладываю на руку. Ну, не позволяю, чтобы, знаешь, чтобы его какие-то вещи, тем более, непроверенные, да. Потому что если ты знаешь хорошо человека, это другое дело, да. То есть, ну, если какие-то вещи не, люди, люди непроверенные, ты их не знаешь и пытаются тебе что-то дать, тебе духовное, лучше не надо ничего брать. Аминь. Лучше не надо брать, извините, молитесь далека. Я стоял, и, знаете, одни аферисты ходили возле стены плача в Иерусалиме, и, ну, там люди молятся, и они вычисляют, конечно, людей, которые, ну, приезжие, как говорится, туристов, да, и подходят ко мне двое такие, и один рекламирует второго, и он подходит ко мне и говорит, слушай, ты знаешь, кто сегодня со мной? Вот этот человек, это просто такой верный человек, это там архимандрит, там, давай его там хвалить, и тот такой стоит. Ну, просто, знаешь, вот с улицы, но лицо у него такое духовное. Просто знаешь, и ты знаешь, и он мне говорит, ты знаешь, если он за тебя помолится, о, просто у тебя пруха пойдет просто в жизнь, пойдет там у тебя прям, ну, вот все четко будет. И вот просто пойми, вот только там сколько шекелей он там сказал, нужно заплатить, и все. И счастье в руке. И я говорю, не, не надо, ни в коем случае, говорю. Он так смотрит, я говорю, ни в коем случае, нельзя, чтобы за меня кто-то, за меня молился, тем более этот, ну, как бы, я так его отшил здорово, там, знаешь, а он, долго меня вспоминали, поэтому не надо, чтобы кто-то там с лукавством, однажды, я помню, мы делали этот, было время, когда я еще не жил в Украине, мы приехали в Киев, сели на экскурсии в автобусе, ну, экскурсия автобуса левое, сели по Киеву, и нас, ну, знаете, как все экскурсоводы, они знают точки, где там у них там определенный заработок, и они к нам приезжают в какой-то храм, там, там, святой Елены, и где там Елена похоронена, и вот мы зашли в комнатку, да, где вот, типа, она похоронена, и на выходе становится женщина с Елеем, и вот, говорит, каждый по 15 гривен на выходе дает и получает благословение от Елены, там, вот этой великой, которая там в гробу, и они кисточкой, помню, вот такой кресик на лбу у каждого выходящего, знаешь, причем на выходе, знаешь, ты хочешь, не хочешь, но 15 гривен отвали, а в те времена это еще были нормальные деньги, и я помню, я такой шел мимо, я говорю, мне ничего не надо, ничего не заплачу принципиально, и там мазать, говорю, тоже ничего не надо мне, в их глазах, конечно, я выглядел какой-то, как халдей, знаешь, ну зачем, это же бесполезно, это принципиально, я это не хотел, чтобы кто-то меня там чем-то мазал, Аллилуйя! Ты что-то получаешь, Аллилуйя? Новые мысли, да, есть? Это радует, это радует. Если человек во всех, и иногда будут встречаться такие люди, которые, люди, которые во всех видят бесов, ну, просто везде видят бесов, везде он видит бесов, и это сразу вам, ну, как бы должно прийти понимание, что, скорее всего, на 99% этот человек имеет сам бесов, поэтому он, вот его чувства, и он причем не ошибается, знаешь, он не, он, знаешь, когда человек сам чувствует что-то, он, например, да, он, ну, сейчас холодно, да, на улице, если чувствую холод, я говорю, ребят, всем холодно, да, холодно, холодно, а все говорят, да, ну, как бы, вы поняли, да, то есть, то, что я чувствую, мне кажется, это у всех, понимаешь, и когда человек имеет бесов, он идет, смотрит, ему кажется, все это имеют, и для тебя, как знак, как сигнал, должно, ты должен иметь понимание, что человек, скорее всего, имеет бесов сам, поэтому осторожно, ну, часто такое бывает, бывает, что люди приходят, ну, сейчас бесы, бесы, это воры, воры Слово Божие, иногда бывает такое, что на собраниях такие люди, бывают, ведут себя очень странно, странно себя ведут, поведение бесов тоже странное, они хотят выделяться, выделяться, чтобы отвлекать людей от Слова Божия, например, у нас была одна сестра, которая танцевала, знаешь, и она именно так танцевала, что лучше бы она не танцевала, хотя вся церковь там прыгала, но там были определенные движения, что, ну, или один в хоре у нас молился, да, молился, брат, вот хор, да, церковный, ну, знаете, как-то не проботствовали, пропустили человека, он поет в хоре, и он так молился, громче всех и орал, а-а-а-а, и все не знали, что с ним делать, ну вроде молится, вроде, и он орет, как сумасшедший просто, орет, орет, и мы не знали, что с ним делать, как, вот просто сказать, уходи из хора, думаем, ну знаете, приткнется человек, знаешь, надо какую-то причину на эти, знаете, я наблюдал за ним, думал, ну вообще, знаешь, как бы, и я помню, пастор интересную причину нашел, он, ну хор, да, церковный, он взял на лосо, прям побрился на лосо, и пастор подошел к нему, говорит, ты что на лосо побрился, ты же не смотришься, ну говорю, хор, на лосо посмотри, все, ты не будешь участвовать в хоре, я подумал, гениально, просто, вроде как бы причина, но он все равно, все, в хоре петь нельзя, ты лысый. Но, да, причина иногда, ну глупая причина, но, но это, да, я не знаю, но он так выкрутился из положения, знаешь, вот, но, но ведет себя странно, это, почему, понимаете, бесы отвлекают, они, они забирают твое время, ведут, ну вот, там кто-то прыгает, кто-то руками постоянно машет, я был на собраниях, где прямо во время собрания, идет собрание, конференция, гости из Канады проповедуют апостол, и когда женщина начинает что-то говорить, что-то вслух разговаривать с человеками, и уже говорят, все тихо, тихо, нет, она начинает говорить, то есть бесы начинают проявляться. Потому что они иногда проявляются, не всегда, и, конечно, чем меньше они будут проявляться, тем лучше, ну, как бы, в том плане, то, что они, они хотят вредить, но такое будет, я хочу, чтобы вы, как бы, если будете встречать, не, не позволяли дьяволу красть Слово Божие, прыгает, прыгает, ведут себя странно, ведут себя странно, но, если ты уже пришел в церковь, сфокусируйся на, на, на Слове Божьем, на прославление Бога, и так далее. Фактор взрослого духовного человека. Как узнать, насколько ты духовный? Как узнать, ну, духовный ты, насколько, скажем, имеешь такую силу, да, определенную? Духовные люди, они, они, скажем, они сеют и удерживают урожай. Они приводят человека к Богу, да, и могут иметь силу удержать, да, удержать человека. Вот я там своим знакомым говорю, о, я привел человека к Богу, классно, он в церковь пришел, он целых три раза пришел, я говорю, классно. Удерживай, говорю, удерживай, потому что пришел классно, но человек не привык. Вы знаете, что у людей, у людей, которые, ну, люди просто не привыкли ходить в церковь по воскресенью. Поэтому их нужно водить, нужно с ложечки верую, как бы, впихивать, ну, в правильном смысле этого слова, да, их нужно вести, они, они, как бы, еще маленькие, поэтому сила твоего духовного состояния, это удерживать людей, чтобы они, ну, как бы, были до состояния, что, знаете, когда человека можно немножко, как бы, оставить, в том плане, когда ты увидел, что он уже сам пошел, сам стал стабильный, сам уже укребился, знаете, как этот птенец, да, птичка приносит там червячков птенцу, он еще маленький, это не сможет, не может ничего, но потом приходит момент, когда птенец сам такой, раз, и сам червячка где-то нашел уже, и ты видишь, что уже все может сам питаться, уже укрепился, тогда ты можешь в этом случае оставить человека, аминь, чтобы он сам духовно рос, дьявол имеет для нас планы, вы помните, в Псалме написано, что, что князья сговариваются, помните, даже вот эта фраза, псалмопевец говорит, князья сговариваются против меня, то есть есть сговоры, ну, то есть даже Саул, он уже был отступником, как он, по сути, ну, хотели выловить Давида, да, в пустыне, Саул, он просто собрал своих людей, он сказал, так, ну, что будем делать, Давид сейчас в пустыне, то есть он, по сути, планировал смерть Давида, он собирался, собрание собирал, чтобы запланировать смерть Давида, и послушай, как все, что происходит в физической мире, сначала происходит, можно сказать, в духовном мире, и бесы иногда для тебя план делают, планируют для тебя падение, они, ну, как, создают, ну, они сидят и думают, сговариваются, Библия говорит, сговариваются, чтобы тебя каким-то образом атаковать, вышибить тебя из церкви, вышибить тебя от Бога, и когда, и как я вчера говорил из книги Иова, помните, там, эти посланники один за другим приходили, это, это достаточно все организовано будет, когда это начнет происходить, дьявол делает все организованно, он, 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 как бы, ну, он именно распланирует твое, ну, твое падение, чтобы, захочешь, чтобы ты упал, одно из моментов, в которых дьяволы используют, это, это метод очень опасный, коварнейший метод, метод медленного, медленное, как, убиение, скажем, да, ну, скажем, я вам сейчас приведу пример, если лягушку кинуть в железное ведро с водой, она будет плавать, а, и она с водой горячей, да, она сразу выпрыгнет, она отреагирует, и она ближе из ведра выпрыгнет, но если ты кинешь ее и начнешь, ну, постепенно подогревать ее, она там сварится, то есть, вот этот момент постепенности, не спеша, я явил, как, люблю очень смотреть природу, там, саванну, показывают, как, как, какая-нибудь там, этот, я не знаю, гепард подлазит, подкрадывается, не спеша, медленно, вроде как бы птички поют, знаешь, и гепард ползет, ну, то есть, вот этот шаг очень коварный, это, по сути, очень похоже было с Самсоном, когда он был атакован, именно Долида там гладила его по головке, все хорошо, в чем твоя сила, расскажи, то есть, медленно, 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 Библия, говорит, уговаривала его, плакала даже, манипулировала, говорит, ты меня не любишь, что же ты не расскажешь, в чем сила твоя, это было так постепенно, что, что Самсон, он даже привык к этой мысли, он уже даже, как бы, ну, настолько это было уже, как бы, родным, знаешь, что он, бам, и тайну рассказал, и все, понимаете, это очень опасно, очень опасно, когда дьявол запланирует для тебя медленную атаку, когда атаки бывают такие мгновенные, что-то случилось, что-то произошло, и нужно быстро реагировать, нужно, ну, нужно что-то делать и так далее, часто атаки, ну, день злой, раз, пришел, и это явно видно, но это один вид атаки, второй вид атаки, это партизанский, я называю, по-партизански, дьявол, он как партизан, он в лесу, он недалеко, он раз, вылазит, и потихонечку в твою сторону ползет, и ты понимаешь, что это дьявол, ну, ты начинаешь, как бы, привыкать к нему, ну, вот как говорят, или львы так охотятся, они вот возле этих животных, они сидят, ну, типа сидят, гуляют, и эти все олени или кто там, они начинают привыкать, то, что, ну, лев не бежит, они смотрят лев, да, опасно, да, ну, он рядом такой гуляет, такой, вроде ничего там, не бежит же, ну, и потом просто привыкаешь, и все, и то же самое, дьявол, он, он, он такой, знаешь, может атаковать молитву, ну, такой, да, ладно, не помолись, ничего страшного, то есть, как бы, расслаблять тебя потихоньку, вот, вот эта атака, она намного опаснее, опаснее, потому что она неявная, неявная, ну, еще такой пример, если ты, например, идешь и ударился на что-то, то есть, ты сразу увидел рану, да, бам, ударился, у тебя там немного кровь потекла, и ты сразу реагируешь спасателем, там, бинтом перематываешь, все, ты был атакован, а есть такая болезнь, ну, скрыта, она есть, а человек ходит, даже не знает, что он уже болезнь прогрессирует, уже там потихонечку дается себе знать, где-то там колет что-то, ну, а человек, ну, не реагирует на это, то есть, как бы, два вида атак, поэтому мы должны, как бы, тоже понимать, что есть такое, и тоже бодрствовать, чтобы не позволить дьяволу атаковать нас во имя Иисуса Христа, и все скажем Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok